доброго кочанского утра на сегодняшний день мы решили еще раз остаться и обслеживать уже самую нижнюю часть нужная часть острова пучан взяли еще на один день арендовали этот бак байк получается весь день 300 ну попросили до 10 вечера за 200 согласилась а так конечно не отдавала на вот в принципе нам байк очень понравился вот поэтому сейчас вниз поедем сначала покушаем поедем и я вам покажу сегодня что интересно хотим обследовать нижнюю часть деревни банктау и конечно же всемирно известный корабль призрак отелем на джангл бич мы решили сегодня еще продлить на одну ночь на правда у него вообще свободных номеров нет поэтому он нас заселяет какие-то другие номера на жене принципе посмотрел немножко он нам скинул но мы решили здесь смотрели лучше и чище вариантов здесь ничего нету я букинги смотрела рядом отель по фоткам такой замечательно а ее по моему хостел 65 зашли туда он полностью заброшен я не знаю зачем он будет не стоит там правда ни одного отзыва нету но все фотки прям идеальные но на самом деле это вообще ужас я вам покажу сейчас как она выглядит на самом деле поэтому бронировать это одно на самом деле вы должны знать и конечно же ориентироваться по отзывам и на совпадает если даже у по букинги забронировали вы имеете полное право отказаться даже предоставить фото и видео что фото не соответствует реальности вот зашли мы в кафе не знаю как она называется принципе family кофе называется здесь мы заказали хотим позавтракать быстренько и поехать в наш путь мы заказали паттай за 80 со шримпом вот такие вот цены том хам можно за 70 60 принципе цены недорогие нормальные все наши люди которые здесь рядышком все здесь молодежь кушает и холодный кофе взяли пол 40 бат вот такие вот цены на крот шейк манго 50 принципе неплохо недорого и нормально вот такое вот у нас блюдо у Жени и у меня с такими орешками такая вот наша прям пота я обожаю особенно обожаю когда куча креветочек и вот эта вся красота 80 бат приятного аппетита всем кто захотает он а а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У туристов, в принципе, здесь прилично Видите, друг за другом все приезжают Ну и здесь прям красивенько Натуральные джунгли Смотрите, как заходите, нас встречают Кто? Конечно же Слоники Я решила немножко пройтись Слон Кочанг Остров слона Так и называется Поэтому повсюду, по всему острову Можно увидеть кучу слонов И живых, и неживых ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то слышала, что можно за 100 бат внутрь зайти Но он нас не пускает Но он нас не пускает Может быть, слишком много людей Поэтому... Так, пойдем обследуем Здесь, видите, здесь все Здесь вся красота Вся инфраструктура В этом отеле в виде кораблей Но, правда, это не настоящие корабли Это корабли, созданные Созданные как для муляжа Типа, это корабли Но это не корабли, конечно А это Типа, как Отели их Маленькие домики Вот, видите Это Чундара В принципе, при желании Можно вовнутрь зайти Но здесь даже нету Видите, я вижу Здесь внутри шкафчик такой Ну, конечно, все у нас заброшено А время уже его поглотило Можно оттуда зайти Сейчас посмотрим Вот эти все, получается, домики Это все вместе Именно относится Типа к отелю Как он раньше назывался Давай я зайду вовнутрь Почему я должна упасть? Почему я провалюсь? Хочу посмотреть, как внутри А-а-а А? Вы здесь живете? Все, я уже заселился Вы отсюда зашел? Да, там что-то потряски влезет А-а-а Выходи прикольно А зайти нам можно или... Ну, я тут просто А-а-а, все Шале уже заселился Чувак Мы пойдем в другое шале заселимся Например, вот это Не повезло Не получится мне так прыгнуть Заселиться в это шале Придется другое искать Подходящее Еще одно шале Но здесь, получается Не знаю, как они прошли Но, видимо, может быть, прыгнули Но я здесь вижу Здесь чья-то обувь Короче, уже заняли, да? Жене очень понравилась Эта территория Если здесь действительно отель Вы переходите Ну да Территория хорошая Брошенная все Иди посмотрим Внутри Сейчас пойдем посмотрим И внутри, что у нас О, рыбки плавают Осторожнее иди просто Да Провалиться можно В два счета А сохранилось, да? Да, сохранилось Ремонт хороший Потому что, смотри Все камнем, смотри, сделали Видал? Ну-ка, давай, открывай Здесь даже, смотри Собок остался Ой, комната закрыта Эта Ну-ка, давай вторую Комнаты, они закрыли, Жень Прям прилично Как мини-отельчик, да? Один корабль Как мини-отель Но все комнаты закрыты Получается Сколько здесь комнат Я уже вижу Восемь комнат Такая терраска В окошко можно поглядеть Пожалуйста Смотри, Жень В окошке что? Термопод стоит Фен Постельное белье Постель, мусорка Все, в принципе, нормально Такой вот маленький номерочек О, открытый номер Все-таки зашла я, да? Что у нас здесь? Люди, мне кажется, даже здесь живут, что ли? Постельное белье не убрано Полотенце Вешалки Телевизор даже есть Холодильник есть Представьте Мне кажется, даже Кто не хочет лишние деньги платить Тот, наверное, живет здесь Как в фильме ужасов Поднимаюсь на второй этаж Раз, два, три, четыре Пять, шесть Семь, восемь Комнат уже Да? Восемь комнат Все закрытые Все комнаты Мне кажется, по желанию Здесь можно даже И переночевать в ночь От того, что здесь вообще Нету людей Такая вот могильная тишина Даже становится немножко Жутковато Но стоит это Идти посмотреть Посетить Да и природа здесь Симпатична Ну, пожалуйста Кто-то здесь живет Боже мой Да, точно здесь Может быть, даже здесь Смотрители даже живут Да? Угу Тоже живут Номер все разрушен Потолок все разрушен Девушки отдыхают Давай домик я здесь пройду Здесь у нас уже другой тип шале Вижу, что номер у нас открыт А, ну так его прислонили А, ну так его прислонили Что типа не заходили Ну ладно Для туристов, по-моему, это любимое развлечение Посещать такие интересные Жуткие заброшенные места А здесь закрыто А здесь закрыто Вон там открыто, Жень Просто они подперли Можно внизу посмотреть Ставьте вот Закрытые все шалет, домики А вода до сих пор есть Закрыто Там только было открыто Все Видите, территория очень огромная Очень огромная И жалко, что столько было труда Денег вложено И вот, на тебе Просто взяли и бросили его Ну, может быть Это было бы правильным решением Чем восстанавливать Потому что остров Кучанг Я смотрю Чем мы дальше сюда ехали На юг Тем пустыней и пустыней Становилось здесь Становилось здесь Что даже ни одного магазина Значиная с нашего Лонгли бич Севен О'Левен Ни одного мы не увидели Нашла шале номер 3 Открытый Мне повезло Ох Кондиционер Внутри прям Духота И прям сильно пахнет Мочой Там, видимо, туалет Это душ Вот таким вот образом Выглядит Такой вот заброшенный номер Вот смотрите Какой загадочный Таинственный Отель Призрак Я представляю Представьте В этом отеле Призраке Пять этажей Тут я вот на таких вот Маленьких Вот эти, получается, маленькие Шале У меня и то там Вызывало Такое ощущение Такое чувство Знаете Ну, жутковато было Я представляю Каково будет здесь Но Внутрь не запускают Хоть Хочешь заплатить денег Не хочешь Не запускают Видимо, наверное Может быть Когда меньше народу будет Тогда запустят Сейчас хочу посмотреть Что из себя представляет Вот этот пляж Говорят, что Красивая вода В принципе Водичка неплохая Смотрите Голубенькая Сегодня прям солнышко Погода хорошая Ой, какая голубая водичка Хорошая, да, вода, Жень? Тебе нравится? Да Ну Давай этот Принеси сюда Я пойду искупаться Смотрите Какая здесь красота По-моему У всех пляжей Которые мы Видели На Кучанге Вот этот самый Красивый Романтичный Отдаленный Пляж Главная Доступимечательность Острова Кучанг Конечно же Загадочный Корабль Признак Гиды, конечно Травили Разные байки Происхождение Этой диковинки Что это Настоящий Круизный Лайнер Круизный 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 Даже была версия Что это поднятый Со дня Французский Корабль Но Бывалые Моряки Говорили о том Что с такой Кормой Невозможен Лайнер Тем более Такой Пятиэтажный Поэтому Здесь Только Одна Версия То есть Была Видимо Баржа Которая Ходила По воде И на Этой Барже Построили Семипалубный Корабль Построил Был Нелегально Построй И пригнан Нелегально Потому что Для того Что его Сюда Пришвартовать По Вот этому Видите Каналу Канал Был прорыт Незаконно А потом Его закопали Это Одна Версия А вторая Версия То что На этом Корабле Когда он Функционировал Причем Он Не долго Функционировал Случилось Несколько Суицидов Люди Которые Здесь Жили В этом Корабле Призраки Ну Как бы Туристы К ним Приходили Какие-то Темные Мысли Они Поднимались На самую Высокую Верхнюю Палубу И Скидывались Вниз Вот После того Как Произошло Несколько Самоубийств После Этого Тоже Закрылся Но Ну Так Говорят Это Такие Вот Слухи Но Многие Суверенные Тайцы Они Вообще Это Место Не Любят И Лишний Раз Про Него Даже Не Говорят Раньше Какое-то Время Когда Он После Его Закрытия Он Был Открыт Для Посещения За Какую-то Определенную Плату Люди Могли Зайти Туда Посмотреть Вот Но Сейчас Слухи Опять Ходят О том Что Какой-то Сейчас Премьер Министр Меняются Вот И они Хотят И этот Отель Как бы Сделать Реконструкцию Этого Отеля Корабля Призрака Но Действительно Вот то Что я Прошлась Посмотрела На других Маленьких Вот этих Корабликах Вот Шале Там Они вообще Такие Заброшенные И Такое Ощущение Знаете Жутковато Так же Я вот Представляю Там И то Да Одноэтажные Они И жутковато Такое Ощущение Вот А здесь Видимо Они вообще Еще Номера Еще Темнее И Наверное Даже Еще Страшнее Наверное Было бы Этот корабль Получается Сейчас Конечно Аура У него Очень Удручающая Много Там Получается Разрушено Сломано Конечно Время Его Тоже Разрушает Вот В номерах Остались Конечно Кровать Телевизоры В ванной Комнатах Стоят Принадлежности Висят Даже Полотенца Фены Холодильники Там Вот В ресторане На пятом этаже Висит Афиша С новым 2013 Годом Суеверные Тайцы Стараются Это место Не посещать За время Существования Отеля Здесь Вело Счеты Жизни Несколько Человек Еще Кого Убили В общем Целом Аура В этом месте Не самая Светлая Как и во всех Подобных Местах Не для всех Местных Жителей Корабль Призрак Это не Чистое Место А для Туристов Конечно Это Достопимечательность Которая Все больше И больше Привлекает Заинтересованных Людей Сюда Приезжали В основном Русские Этот отель Назвали Русским И в основном Всех Русских Пакетников Сюда Привозили И он Считался Самым Шикарным Отелем Всего Острова Кучанг Вот Территория Вот этого Всего Отеля Гранд Лагуна Занимает 60 Гектар И Не только Да Популярен Вот этот Сам Как Вот этот Виде корабля Этот Отель И другие Маленькие Шале А конечно Большой Популярный Здесь служил Еще шикарный Пляж Смотрите Какая Красота Пляж Прям Такой Классный Во-первых Он безлюдный Никого Нету Во-вторых Здесь Белый Песочек Вот прям Белый Песочек И глубина Не так Как Пологий Ход Как на Вайтсен Бич И других Пляжах А вот Чуть-чуть Пройдешь И уже Глубина Прям Приятно Плавать Смотрите Я вот иду Видите Вода Такая Классненькая Ох Песочек Прям Беленький Рыбочки Здесь Снуют У берега И вот Сразу Чуть-чуть Пройду И уже Глубина Видите Уже Глубина Все И можно Смело Уже Плавать Видите Никого Нет Ни души Красота Нам Очень Понравилось Здесь Очень И смотрите Какие красивые Нарисающие Барни Только На этом Пляже Мы Увидели Такую Девственную Красоту Рядом Стоит Статуя Это Какое-то Божество Кто-то Стоит Я даже Не знаю Кто это Прямо Рядом С этим Кораблем Что Это Такое Будда Типа Будда Но Будда Не так Похожи Кстати Приносит Ему Какие-то Приношения Да Так Смотрите Вот Пустое Дерево Да И Какие Красивые Цветы Могут Отсюда Вырасти Вот Сказали Соблюдать Дистанцию Не Подходить Это Приватная Зона Там Внутри Все Закрыто Видно Так Вот Выглядит Ближе Никак Не Дойдешь Продолжение следует 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 Видите Какая Угрышающая Тишина Только стоят Указатели Куда идти Подниматься Наверх Идем Прям По джунглям Как Торзаны Комаров Здесь Немерено Репеллентами Обязательно Нужно Запасаться Без Этого Никак Одевайте Удобный Обувь Кроссовки Говорила Сегодня Мужу Одеть Кроссовки Зал Шлотки Одел Кстати Если Вы Заплатите 100 Батов На Человеков Вам Предоставляется Посмотреть Бесплатный Водопад На этом острове Кучан Есть Еще Два Водопада Ход На которых Платно По моему 200 бат Человеков Вот Но они Остались у нас Глубоко Позади Муж Мой Не очень Как сказать Новичок Еще в этом деле Ездить Гористая Поверхность Очень много Гор Подъемок На этом острове Им очень Некомфортно Ездить Вот Потому что Начинающий Издок Он Чувствует Себя Очень Уверена Поэтому Те водопады Мы не стали Посещать А вот Пожалуйста К этому Водопаду Можете Дойти Буквально 100 бат Вы можете Осмотреть Территорию Заброшенного Отеля Призрака Посмотреть Водопад И Конечно Покупаться Понежиться На Белоснежном Пляже Покупаться Лазурной Водички Замечательные Вот Пляжи Как Называется Пляж Тропик Тропик Лагуна Что ли Ой И Душу Он Освяжется Душу После этого Вот Мы решили Сделать Наоборот Сначала Решили Исследовать Гостиницу Эту Ух Вау Видите Отсюда Что у нас Какой Замечательный Вид На Водопад Рауталау Называется Смотрите Здесь даже Есть Вот такая Вот Типа Как Бассейн И Люди Там Нежатся В ледяной Воде Мне кажется Вода Ледяная С детишками Сюда В принципе Здесь Недолго От того Где мы Мотобалка Савили Ну метров 200 Наверное Где-то Того Вот Поэтому Нужно Обязательно Посетить Это место Если вы Находитесь На Кучанге Вообще В целом Эту южную Сорну Кучанг Кстати Здесь Не такая Чистая Потому что Это не родниковая Вода Теплая Непонятно Откуда Она бежит Вот Но вода Вот здесь Она тепленькая Можно Принять Даже Бассейнчик Кстати Вот с этой Стороны Прям водопад Выглядит Еще Больше Видите Вон Откуда Войдет Мы Не можем Понять Откуда Идет Эта Вода Видимо От Каких-то Источников Которые Находятся Наверху Потому что Весь Остров Видите Как бы Сделан Из Гор Вот Очень Гористая Местность Я думаю Наверное Какие-то Подземные Источники Какие-то Подгорные Наверное Которые В горах Есть Какие-то Источники Есть И помимо Вот этих Водопадов О которых Я вам Говорила Мне кажется Еще есть Водопады Которые Еще Не Открыты И в Этой Воде Можно Купаться Какая Рыбка Женя Прям Кайфует Вода Теплее Чем На Море Такая Прохладненькая Неледяная Прям Самое То Нормально Градусов 25 Вода Точно Люди Принимают Ванны В таком Природном Бассейне Вода Чистенькая Охлаждается Вот я Сейчас Ток же Думаю Искупаться Не Искупаться Ну и Здесь Прохладненько Хорошо Очень Красиво Рекомендую Прям Посетить Если Вы На Кучанге Бассейне Здесь Бассейне На В моем Распоряжении Здесь Н Машина Здесь Просто Классно Смотри Здесь Estей Свои Майде Это Доволь Презин artifacts Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Даже здесь деревья не надо красить Они уже сами покрашены зеленым цветом Ну хотя оно даже не мх Смотри, но даже он сухое То есть со временем мх туда уже въелся И не только деревья, но и камни Смотрите, зеленым цветом, представьте Все зеленым цветом Видите, буквально уже 3-4 часа А такое ощущение, как будто уже Вечереет сумерки Но место очень рекомендуемо К посещению Дядю Женю очень понравилось Бай-бай Видите, какое интересное чучело Стоит Как человек Издалека подумала, как будто человек Ну здесь такая вот деревушка Люди здесь живут Смотрю, местные жители Именно здесь живут Хоть отели не работают Но люди живут А вот они здесь, обезьянки Вот она, обезьянка Красавица Эй, красавица Красавица-обезьяночка Ай, красавица какая Ай, куда ты пошла? Куда ты пошла? Лена Красавица Вот они, обезьяночки Стоят Стоят Что-то ждут Да, вон они все Все в семействе Вот еще один Целая куча обезьянок Живут, да? Рядом с людьми живут, да? Целая куча обезьяночек Везде-везде Целая куча обезьяночек Вот так они переходят Целая куча обезьяночек, да? Ой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова